друзья всем привет сегодня хорошая новость у певчих попугаев вылетел птенец птенец вылетел вчера я ему дал сутки на то чтобы он адаптировался осмотрелся потому что кто в курсе знаете что перчи это очень такие попугаи которые они очень дикие когда вылетают из гнезда птенцы очень сильно бьются вплоть до того что разбивают себе роговицы я их не беспокоил думаю пускай сутки осмотрится и вот сегодня смотрите он успокоился вот сейчас первый слева это самец посредине птенчик и справа самочка то есть у этой пары чудесная девочка вылетела вот теперь будет у меня время убраться тут сделать уборку потому что когда птицы кормили своего птенца я боялся и и в гнездо лазить в принципе старался не лазить ну что потому что певчи они очень такие чувствительные могут при любом неудачном шорохе бросить своего потомства итак друзья сегодня поговорим о разведении особенности разведения рассмотрим тему немножко рассмотрим кормления каждый раз у меня разное кормление хотелось бы сейчас подчеркнуть внимание что именно эта пара по кормежке вот обратите внимание сейчас птенчик вылетел я их перевел полностью на пророщенное зерно здесь пророщенная пшеница семечки сейчас поподробнее я вам объясню чем кормлю и с чем это связано значит вот сейчас сейчас полностью птица кушает пророщенная пшеница овес семечки вот эти три зерна они сперва съедают то что они любят семечки потом они съедают пшеничку и овес в общем все съедается за весь день вот почему я пришел к такому кормлению это пара я за ними наблюдал и в принципе они сухой корм особо не ели потом яйцо вареное тоже в принципе не ели ну думаю зачем буду переводить яйца канарейки с удовольствием кушают яйца и так стал я им давать только пророщенное они кушают с удовольствием и еще я надеюсь что вторая кладка будет более продуктивная возможно будет два птенца или более ну и как раз пророщенко будет благоприятно на это влиять также даю обратите внимание у меня поспела но еще не прям поспела но такая недоспелая терпкая очень сочная очень вкусная ну я вижу что птицы и с удовольствием едят делаю выводы что она им нравится это черноплодная рябина вот такая она у меня небольшая потому что у нас климат минут для нее не очень подходящий допустим в ярославской области вот эта черноплодная рябина вырастает размером с вишню размером с черешню у нас вот такая краснодарском крае так и это очень полезная ягода для людей и для птиц соответственно тоже итак смотрите эту пару я значит выкормил полностью на пророщенном на ягодах и на зелени и на семенах вот тут обратите внимание сейчас я ранее видео снимал подорожник все это очень птицами приятно елось вот вот пожалуйста подорожник стрелки подорожника не листья а именно стрелки здесь недоспелые семена то что как раз самое то что нужно попугай это обожают просто обожают затем вот это колоссия суданки у нас на трава называется суданка она растет очень или свинорой еще называют старину вот это тоже даю затем вот я взорвал такие маленькие листики лебеды уже обратите внимание у лебеды лебеда вот видите уже начинают они тоже семена образовываться и я стараюсь семенами давать птицам во время выкармливания птенцов но это только певчих попугаев допустим у карел например совсем другое питание там зелени меньше даю и даю немножечко чтобы не разбалансировать пищеварение птичий горец права птичий горец так надо вам ее показать у этой травы на самом деле очень много названий но птичий горец там шпорыш в общем такие вот у нее названия есть ну и вот так вот у меня получается сегодня будет пучок зелени семена ягоды и пророщенное зерно это я даю птицы с удовольствием все это едят и набираются здоровья и красоты предыдущее видео я снимал показывал этого птенчика который сейчас посредине сидит он был в скворечнике в домике вот такой вот у меня домик здесь сидел птенчик и кто-то из подписчиков написал что я говорю посмотрим какой будет цвет мне говорят да что там смотреть будет самец а видите как получилось самочка красиво ну вот в домике в принципе там надо будет немножко прибраться сейчас снимем домик снимем домик обновим подстилочку будем ждать вторую кладку вторых птенцов сейчас мы установим кормушечку ягоды установим поместим вернее в клеточку ягоды зелень птица будет все это кушать не знаю вряд ли нам все покажет но вот сейчас первая самка сидит посредине самец и третий это их не птенчик девочка ну таково у меня пополнение в рядах певчих попугаев в этом году как-то с певчими не очень получается почему-то ранее было если дают 5 яиц то 5 птенцов и вылуплялось а здесь вот ну слава богу хоть одного дали также хочу сказать что видите сейчас спокойно позирует перед камерой но если бы видели какой вчера тут был переполох птицы бьются они чирикают кричат но надо отдать должное самец он прям никуда от этого птенца не уходил всегда за ним ну как бы я понимаю храняя тут видите он его и кормит и ухаживает хороший самец заботливый в общем друзья вот такие вот новости перчи выкормили птенца в принципе без яйца ну может быть если быть буквально точным где-то первые 5 дней птицы охотно кушали яйцо вареное куриное затем начали хуже 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 и полностью отказались и где-то уже с 7 с 9 дня птица не получала яйцо то есть птенца кормили просто забытой пророщенкой семенами подорожника там одуванчиком ну вот я вам уже показал так что такие вот у меня новости вот еще есть такая пара вверху она даже не думает садиться не знаю что и не хватает может быть слишком у них тут открыто здесь вот на втором этаже тоже пара это как бы условно говоря вторая пара тоже вообще не собирается не не плодится не ухаживать ничего а эти вот молодцы в этом году дали потомство еще хотел бы отметить особенность поведения в этом году у этой пары я заметил какое-то аномальное поведение но пообщался с знакомыми птицеводами один мне говорит у голубей есть такое поведение у некоторых в общем что было вот видите палка здесь болтается специально сделал болтается чтоб как по природе птица села палочка качнулась птица полетела палочка качнулась чтобы не было при посадке уметь как полетел птенчик чтобы при посадке не было прямого удара на вот эти их не суставы вот видите самец сейчас немножко нам попозирует я вам пока расскажу про ихнее поведение как вела себя самка значит самец сидел на этой палочке самка залазила на него сверху и производила как бы возвратно поступательные движения как допустим когда птица поруется только во время паровки птицы самец находится сверху самка снизу а здесь почему-то было самка сверху самец снизу и при этом они издавали звуки ну все как все как по-настоящему только почему-то наоборот ну я думал может я ошибся допустим спутал может у меня два самца там или что-то чего-то и когда начал советоваться то мне говорят у голубей такое там какой-то породы голубей тоже есть такое дело ну и вот пожалуйста дали одного птенца посмотрим что будет дальше вот видите как палка шатается ну такие вот дела так что кормежка полностью была у меня приближена к дикой природе это пророщенная зелень семена сорных разных трав и в принципе все прошло хорошо но почему был один птенец то есть почему было одно оподотворенное яйцо видимо все таки я перекармливал их сухой зерно смесью потому что печи это вы видите как чуть переели уже зажирели уже не яйца пустые а может то что первый раз самец плохо сработал в общем такие дела кстати пара в принципе спокойно есть там сзади меня придурашные такие вообще снимать невозможно гитриями любвица все друзья на этом всем пока подписываемся продолжение следует всем удачи в разведении птиц и хорошего настроения всего всего